О том, что в Новороманово работает техника топ-уровня, догадаться могут даже непрофессионалы. Такая машина на улице села никогда не заезжала. Агрегат называется «ресайклер». Эта машина заменяет полностью, скажем так, ту классическую технологию, которая была ранее. Словно миксер, ресайклер сначала срезает, а затем перемалывает уже отработанные верхние слои полотна. Затем в готовой смеси добавляются цемент и вода. На выходе получается вот такая ровная гладкая поверхность, как будто по ней прошли утюгом. Ни одного намека на какую-либо неровность. Сверху чуть позже укроют асфальтом. По сравнению с прошлым годом у нас и технология производства работ здесь изменилась. Во-первых, стало двуслойное основание вместо однослойного. Ну а покрытие, как было двуслойным, так и осталось. За счет того, что основание стало двуслойным, то есть дополнительные слои нижнего основания, укрепленного цементом, соответственно и стоимость значительно повысилась. Стоимость объекта в целом на сегодняшний день, это порядка 13 с небольшим километров, это 198 миллионов рублей. Таких машин на вооружение у дорожников региона всего 4. Стоит с виду обычный комбайн более 100 миллионов рублей. Правда, это тот случай, когда цель оправдывает вложенные средства. В сутки с помощью ресайклера можно ремонтировать порядка 350 метров трассы. Это в два раза быстрее, чем привычным старым методом. Другие три машины работают точно так же еще на четырех пригородных барновольских трассах. Программа в активной фазе. На сегодняшний день порядка полумиллионов квадратных метров выфрезерного асфальтобетонного покрытия. Уложено уже нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия порядка 200 тысяч квадратных метров. Отдельные улицы уже закончены полностью. Порядка 15 километров бортового камня установлено. Но активная работа идет. С графиков не сбиваемся. Сбились лишь однажды в мае холодная погода и дожди внесли коррективы. Торжественное разрезание красной ленточки намечено на следующий год. Тогда, обещают мастера, будет доделана трасса от Новороманово до Лебяжьего. От Калманки до Новороманово доехать без ущерба для подвески авто можно будет уже в конце сентября 2018. Дорожники уверяют, что успеют. Вот пока вы смотрели этот репортаж, ресайклер уложил еще с десяток метров. До чего техника дошла, удивляются автомобилисты. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.